Приветствую вас на своем канале, с вами Светлана. Сегодня хочу вам показать, как можно легко и быстро пошить вот такую симпатичную косынку с козырьком. Также ее можно носить как просто козырек. Для пошива такой косынки понадобится хлопчатобумажная ткань. Для построения прямоугольника понадобится одна мерка, это обхват головы. У моей дочки это 49 см и отнимаем 10 см, это получится 39 см ширина нашего прямоугольника. Высота прямоугольника 25-27 см, я взяла 27 см. Также понадобится прямоугольная деталь размером 20 см на 7 см для того, чтобы спрятать резинку. Резинка размером 10 на 2,5 см. Также понадобится узкий прямоугольник шириной, как наш основной, и высота 3 см. Козырек можно построить вот по этим размерам, а можно просто обвести уже готовый козырек. По центру листа проводим линию. После этого сверху проводим линию и вбок откладываем 9 см. Вниз откладываем 2 см, потом 8 см. Плавными линиями соединяем точки, тем самым формируем форму козырька. Складываем лист пополам по намеченной линии и вырезаем. По этому лекалу выкраиваем 2 детали с основной ткани, а также детали с дублей ирина или флезелина. Если у вас флезелин, как у меня, проклейте дважды, для того, чтобы козырек лучше держал форму. Складываем детали лицом к лицу и скалываем булавками. Прокладываем строчку по большему закруглению. Прокладываем строчку на 0,5 от края. Делаем надсечки по закругленной части, не доходя до строчки. Выворачиваем козырек на лицо и хорошо выравниваем перекант. Для удобства можно приутешить или выметать. Прострачиваем отделочную строчку по козырьку на 0,5 от края. Вот такой симпатичный козырек получился. Большой прямоугольник кладем изнанкой вверх. И нижний срез подшиваем швом с закрытым срезом. Подгибаем 2 раза по 0,5. Для удобства можете наметать ниткой. После обработки нижнего среза складываем наш прямоугольник с козырьком лицом к лицу. Для удобства намечаем центр на козырьке и центр на косынке. Для начала скалываем детали между собой по наметке. После этого аккуратно скалываем по бокам козырька. Также можно аккуратно приметать. Настрачиваем козырек на косынку. Прокладываем строчку на 3 мм от края. После того, как настрочили козырек, пришиваем бейку. Складываем детали лицом к лицу и прокладываем строчку на 0,5 от края. После того, как проложили строчку, хорошо выравниваем перекант. Для удобства скалываем булавками. Прокладываем строчку на 0,2 от края. Вот посмотрите, как красиво смотрится эта делочная строчка. Осталось подвернуть второй край косой бейки. Подворачиваем на 1 см внутрь. И прокладываем строчку поближе к краю. Вот такой красивый верхний срез косынки с козырьком получился. Приступаем к обработке резинки. Для этого прямоугольник ткани складываем пополам лицом внутрь. И по верхнему срезу прострачиваем строчку на ширину лапки. После этого выворачиваем деталь на лицо. Вставляем внутрь детали резинку. Совмещаем край детали с резинкой и прострачиваем строчку ближе к краю. Так же само поступаем со вторым краем резинки. Вот такая деталь у вас должна получиться. Теперь соединяем нашу резинку с косынкой. Прикладываем резинку к верхнему срезу косынки с лицевой стороны. Для удобства можно приколоть. Складываем косынку пополам, так чтобы резинка осталась внутри. Из ткани, что осталось, формируем складку. Скалываем все вместе булавками. Прострачиваем строчку на 0,5 от края с хорошими закрепками. Вот так у вас должно получиться. Таким же самым способом обрабатываем и второй край. После того, как пришили резинку, выворачиваем косынку на лицо и хорошо расправляем уголочки. Осталось прострочить только одну строчку, которая спрячет наши припуски от резинки. Прокладываем строчку на 0,7 от края. После этих строчек получаются все срезы закрыты и без оверлака. Если косынку аккуратно сложить по складкам, получается вот такой симпатичный козырек. А можно просто носить как симпатичную косынку на пляж, на природу или просто на прогулку. Надеюсь, это видео вам пригодится. Кому понравилось видео, ставьте лайк, оставляйте комментарий, подписывайтесь на канал. Жду вас гостей на своем канале.